О назначении публичных слушаний по внесению дополнений в правила благоустройства муниципального образования города Ивангоров. Доплачек Екатерина Евгеньевна Цветкова. У нас очень много территорий, которые нам надо самим обкашивать. У нас очень много территорий, которые надо не только нам обкашивать, а тем же предпринимателям. Почему-то никто этого не делает. Вот мы поэтому сейчас, когда мы просим обкашить территорию предпринимателей, нам говорят, покажите нам, где мы должны обкашивать. На каком нормативно-правовой акте определяет наши границы. Поэтому мы просим обкашивать территорию предпринимателей. Сейчас по этим правилам мы будем также и предпринимателям на их магазины отводить землеотвод, да? Да, прилегаем. Но предпринимателей же, если я не боюсь, когда с участка есть? Есть. А если нет, то уже... И даже если есть катастро, это прилегающая территория к земельному участку. Так а если есть, неужели до этого нельзя было показать им, где им надо косить, где им надо снять убирать? Где они на своей территории не обязаны это делать. Но не делают. Но не делают предписание, уже будем делать сегодня, уже подготовлены. Но мы уже поднимался этот вопрос. Немножко оправданно. Трава вот такая, а мы только сегодня начинаем. Это же не первый раз. Это же не по первому разу. Это тем более, что не первый раз. Не первый раз. Не первый раз. Не первый раз предпринимателей. Наши вопрос, и надо было принять раньше, но у нас не на ограниченной территории, которые действительно непонятный спор, принимают мысль, но обязательно. И, ну, я здесь вот, Степан Алексеевич, действительно поддерживающийся, касающийся этого забора. Ну, вот вы говорили, да, у них нет газов. Это не серьезная организация, а с вами вообще практически полумиллиардный бюджет. Я все-таки наставил на том, что как-то обязатель и навести порядок в своем уме. А еще для Михайловича, в дополнение, вот, посмотрите, все дворники, такое ощущение порой, кажется, что живут в этом городе. Вот пришли, вот, лишний метод травы, прокосить, сложно. Лишний совок песка или соли бросить сложно. Все на чьи-то плечи хотят перевалить это. Ну, ты делаешь работу, ты все равно по этой дороге. Ну, кинь ты влево, кинь вправо, песок. Ну, косишь ты уже эту траву, ну, тебе дали косилку и едет бензин. Ну, скоси чуть побольше. Ну, это же твой город, в котором ты живешь. Нет, начинается вот эта вот дележка. А это не мое, а это не твое, а это это. И в итоге, а потом еще и сами жалуются, что трава покоет. И эти же бордюры здесь вдоль тротуара. Трубы повытаспили, я не знаю, у кого руки растут, я из этого места. Это, может быть, можно пригласить тех, кто это делал. Может быть, они эти трубы, им не так сложно их сделать, снова поставят. Это же надо тоже заниматься этим вопросом. Это заставляет, чтобы люди относились более-менее к хозяйству. К тому, как они занимаются. Мы переходим в точное безвозмездное пользование помещения по текстильщикам всех для МФЦ. Но в настоящее время идет там проектированная работа по капитальному ремонту. Это точно так же бюджетное учреждение, которое предполагает определение средств, но на этот год у них не заложено. Поэтому пока они продолжают принимать население в нашем пятом кабинете в администрации и просят продлить договор этого безвозмездного пользования до конца года. Давать муниципальному государственному учреждению безвозмездное пользование без торгов. Нас это не обязывает, предоставление этих помещений, поскольку это необходимо для нашего жизни и деятельности города. То есть, если мы откажем, конечно, люди будут ездить в КМДС. Поскольку собственники мы, то, конечно, с управляющей компанией рассчитываемся мы за содержание, но мы заключаем договор с МФЦ на возмещение затрат, которые мы несем по содержанию этого помещения. На настоящий момент мы предлагаем внести изменения в бюджет. В части доходов местного бюджета в обществе доход увеличивается на 101,6 тысяч рублей, в том числе и налоговый, и неналоговый доход увеличивается на 100 тысяч рублей в части прочих неналогового дохода. Это следствие ООО «Круто-Люкс» по соглашению о социально-экономическом сотрудничестве. Это 2019 год. 2020-2021 год расходы без изменений. Источники внутреннего финансового дефицита бюджета. 2019-2020 год без изменений. Совет депутатов расход также без изменений. Прекомендации принять. Прошу голосовать. Кто-то замыкнет. Единогласно. Отопление. Ну, да вот как сделать, чтобы людям не платить действительно за то, что они не получали? К тепловикам на самом деле вообще много вопросов. Начиная с отопительного сезона, когда вода такого цвета течет, и никто ничего не пересчитывает, никто вопросов никаких не задает, хоть люди и жалуются. И заканчивая отопительным сезоном, в том числе, вот с такими квитанциями на дурачка, выставили, кто-то пойдет жаловаться, а кто-то заплатит. Это не, ну, мне кажется, это просто наглость, наглость. Это не давление, а давление горячей воды. Моешься подушим, а трубы гниют. Спуститесь в подвал, они там все соленые, я не знаю, что они добавляют у себя. Они все соль покрываются, трубы управляющая компания меняет, и за год труба гниет. Ну и по тарифам тоже, если у нас раньше утечки были там. И по тарифам, что это было, да, утечки были. Я вспоминаю, что Дмитрий Петрович, когда он говорил, что мы отойдем от мазута, отойдем от мазута, и будет все выгоднее и дешевле. Он говорил так, а сейчас мы на мазуте, когда вот в старой котельной были, топим на мазуте и топим улицу. Так а что изменилось? Температуру не регулируют, потому что не могут. Оказывается, у нас двухтрубка. И температуру не могут регулировать. На улице жара, они спарят это отопление. Для чего эти котельные, которые идут? Я включил вопрос информационного характера. Он будет о деятельности теплоэнергии на территории города Ивангород. Он будет докладывать о своей работе. Поэтому все вопросы, соответственно, можно ему задать. У водителей электросетей заезжали, теплосетей, больницы, да, и правды оттуда не узнаешь. Максимум, всю правду мы знаем сегодня от нас и от работников, которые работают в больнице. Работники, которые работают в больнице. Вот оттуда мы правду знаем. А здесь, как уже на сковородке, это и все. Искусство вода только информационное. Раз, отчитали, что все. Все. Все-таки вот этой вот консессии, которую они планировали, и по их договору, который уже на сегодняшний момент, он, наверное, не актуален по сетям, я имею в виду. Что-то, какая-то работа ведется. Сейчас на стадии обсуждения договора, новый договор, мы сейчас включаем с ними, поскольку действительно внесли изменения в закон о теплоснабжении, который позволяет заключать теперь договора на сети. Сейчас на стадии обсуждения новой формулировки договоров и в последующей дальше передачи. Качество предоставляемого услуга оставляет желать лучшего те копейки, которые они платят за аренду наших сетей. Они вообще, то есть, сравнение вообще никакого не идут. То есть, ну, образно говоря, действительно очень много вопросов. Как она на сельском хозяйстве была, ответов нет. Да, когда у нас утечки были, платили все время, говорят, ну, это утечки, это все, это затраты. Утечек сейчас нет, значит, уменьшается затрата воды, газа, а у нас в тарифе все растут. Интересно, как так получилось? Вопросов у нас много в связи с проблемами с начислением жителям за то, что действительно не было им поставлено, в честь, касающейся тепла за май месяц. Человек непосредственно занимается через вопросы начисления. Нам даст расширенную информацию, в честь, касающуюся деятельности учреждения на территории Ивана города. Почему в мае начислено отопление за 10 дней? Да. В доме тоже за 10 дней. Ну, давайте объясню, почему должно быть вообще 10 дней в мае, почему должно быть так начисление. Так как у вас многоквартирные дома, в основном только один дом, не оснащены общедомовыми приборами учета, тепловой энергии, соответственно, расчет платы по таким домам должен идти в соответствии с нормативом. Что такое норматив? Это 12 равных долей в течение года, где жители платят не меняющую сумму к оплате, то есть она идет 12 месяцев. И не зависит от того, когда отключили отопление, когда его включили, то есть жители в Кингисеппе платят все 12 месяцев. Почему в Ивангороде платят, не платят в летний период? Потому что решением сайта депутатов по 13-го года... Первым пунктом этого решения указано установить продолжительность отопительного периода в целях расчета платы, и вот все, что я сейчас сказала, равно 7,3 месяца в году. Вот это продолжительность отопительного периода. Вот такая вот она есть. Это от 13-го года, это делалось все в рамках действующего законодательства. Есть ссылки на жилищные кодексы, на правила установления определения нормативов и на постановление правительства и постановление губернатора Ленинградской области. Ой, тут много что написано. Была установлена продолжительность отопительного сезона равной 7,3 месяца. То есть летние месяца были спрятаны в зимние периоды. Соответственно, если абоненты, то есть города Кингисеппа оплачивают 12 месяцев, то сумма к оплате условно у них 100 рублей. А если жители города Ивангорода платят 7,3 из расчета до месяцев, то у них, естественно, 164 рубля уже выходит с сумма оплаты. Почему было установлено, то есть утверждено такое решение со депутатов, я не могу сказать. Я могу сказать, с чем это мешает гражданам льготной категории. Граждане льготной категории получают компенсацию в пределах своего норматива. То есть за 100 рублей они 50%, ну, в зависимости от категории льготности, да, они получают от 100 рублей компенсацию. То, что касаемо другая часть, спрятанная летний период зимних месяцев, то есть они не получают эту компенсацию и теряют. Я просто как бы удивлена, на самом деле, почему еще граждане льготной категории не обращались в вышестоящие инстанции. Да, потому что если посчитать с 2013 года, сколько они потеряли денег, это приличная сумма. Второй вопрос о том, что вышла квитанция, да, единый платежный документ с расчетом платы, который превышает 10 дней мая. Честно говоря, честно признаюсь, это физический фактор специалиста, который сидел. Квитанции ушли, когда уже обнаружили эту ошибку, позвонили в типографию, в типографию уже передала почте России, которая доставляет эти квитанции. Но сразу же были исправлены реестры в Сбербанк почта, то есть, соответственно, если население, абонент любой, то есть мы все здесь платим за коммунальные услуги, да, если мы придем сейчас в Сбербанк, это не важно, автоплатеж, ну, если настроен, да, соответственно, если это Сбербанк онлайн или любой платежный агент, то есть сумма, она будет корректная, то есть в банках почта сумма корректная. То есть абонент при желании, ну, то есть если он не захочет, он больше суммы не оплатит, у него уже сумма в квитанции Это будет корректно. Да, физический фактор, ошибка. Наша пресс-служба в СМИ должна была опубликовать информацию о том, что корректные уже суммы. И если абоненты желают получить дубликаты, то есть можно пройти также по адресу Гагарина, 45, корректный дубликат квитанции будет уже, ну, то есть они уже есть, сформированы и по желанию выданы. Я еще раз повторюсь, коллеги, в любом платежном агенте, даже если мы сейчас откроем Сбербанк онлайн, выберем любой лицевой счет, то сумма будет правильная, корректная за 10 дней мая. То есть необязательно получать дубликат квитанции. Также это личный кабинет, также, ну, то есть если автоплатежи выделено встроено. Судяясь, бабушка, мы можем сказать, идите со старыми квитанциями, платите, ваши деньги по отоплению будут другие. Да, соответственно, да, все, все. И еще любой платежный агент, Сбербанк Почта, это самые крупные наши платежные агенты, русской квитанции после начисления формируются реестры начислений и отправляются Сбербанк на почту. Также, если у кого-то настроен автоплатеж на Сбербанк, то сумма с квитанцией, она будет развиваться. То есть автоплатеж суммы к снятию будет корректной. Скажите, пожалуйста, эта информация даже телегород доведена? Да, конечно. Как не могло? Опубликована была информация в СМИ. Сейчас конкретно не могу сказать, но... Вот она пришла в свой почтовый ящик, взяла, где и в компьютер залазить 82 года, или в телефоне смотреть. Почему уже эта же информация не так же оперативно не разослана по почтовым ящикам, не переделан квитанции? Почему сегодня должны люди сами бегать, старики беспокоятся, переживают, за 6 тысяч пенсий? А в СМИ? В каких СМИ? Где конкретно? Если я могу прочитать, старики не могут этого сделать. Я могу вам сказать, после окончания совещания, где конкретно было... Мне хотелось, чтобы эта информация была у жителей города, а не этой информацией. А за какие письма? У меня копия есть письма, которое ушло на администрацию. Почему вообще 10 дней мая начисляется? Соответственно, по практике люди вообще не понимают, почему май месяц, 10 дней мая даже производится начисление. Потому что ранее, я не знаю, с чем это связано, администрации выносили постановление об отключении отопительного сезона почему-то ровно 10 мая, был последний день. Почему так происходило? То есть, если на улице в этом году было тепло и в апреле месяц отключили, то люди все понимают, что если в апреле закончен отопительный сезон, то больше начислений не будет. И они не понимают, в связи с чем это связано. Думают, если отключили по факту, не должно быть начислений. Ну, все ясно. Да, то есть Газпром тепло и награние, то есть они по 10 мая, 7 и 3 месяца, то есть это с 1 октября по 10 мая включительно, не завершали отопительный сезон. Еще раз можно, у Газпрома такое было. У Газпрома, да. Соответственно, наше решение, оно соответствовало тем нормативно-правовым актам, которые действовали на тот период. То есть, вот это решение, я вот к чему подвожу, чтобы не обвиняли совет депутатов 2013 года, что они неправомерные или как-то там превысили свои полномочия, недопоняли. Вот этот установили период. То есть, вы только что сказали, что это было, но если мы не трогаем у граждан любой категории. Хорошо, это другой вопрос. Теперь второй вопрос, если мы поменяем решение и решим, что будем мы 12 месяцев платить, ну да, отменим и примем другое, насколько быстро произойдут эти изменения? То есть, вот, платежи и прочее. С 1 июля календарный год начинается. С 1 июля переход на 12 месяцев, согласно 354. То есть, с 1 июля начнем платить. Сейчас, да. Но только плата будет меньше, да? Плата будет меньше, да. И льготники будут получать... Плата меньше, плюс мы же платили уже зиму и все переплатили. Получается, мы все уже заплатили. Они с вами не потеряют. Так что... Мы так все уже... Да, вопрос возникает. Мы так все уже заплатили. Мы так все заплатили. Это на самом деле вопрос целесообразия будет задать в «Газпром Теплоэнерго». Так как они были ранее получателями денежных средств, они ввели эти расчеты. Я знаю, что до сегодняшнего дня «Газпром Теплоэнерго» также не мог подавать на межтарифную разницу в правительство Ленинградской области. То есть, эту компенсацию не получали. То есть, это целесообразнее будет с ними вопросов говорить, задать им вопрос, как правильно будет переход. Так как уже какая-то часть правильно оплачена летнего периода. Может быть, переход это будет по факту с 1 октября. Вы включаете в свою квитанцию два пункта. То есть, один пункт это за те услуги, которые вы действительно предоставили. А второй – взносно-капитальный ремонт. То есть, часть, которую вы действительно дадаете. И второе – нечто эфемерное, которое когда-то может быть будет. Вообще, это правильно, чтобы две таких услуги включались вот в одну квитанцию? Это форма единого платежного документа. У вас в вам городе – это две организации. Компитанции находятся. Это форма единого платежного документа, которая была утверждена постановлением правительства Ленинградской области. 671. По вопросу изменения расчета платы на 12 перехода на 12 месяцев, потому что граждане льготной категории нас не заботят. Сейчас скажу, ваша техническая ошибка вызвала массу негатива. Вот просто. Когда вы говорите в пресс-службе, информация разъяснена абсолютно не была. Ну, с вашей пресс-службой, я так полагаю. То есть, просьба. Если возникают подобные ошибки, а мы будем надеяться, что они возникать не будут, как-то оперативно действовать. И сразу давать нам информацию, чтобы мы могли, мы непосредственно общаемся с людьми или доносим информацию, которая происходит. А у нас просто возник информационный вакуум. Сказать людям мы ничего не можем. Негатив вам растает. И вопрос сейчас очень такой масштабный. В частности, касающийся вопрос по 12 месяцам, чтобы действительно не ущемлять права льготной категории, я все-таки предлагаю поручить сегодня на комиссии расширенной администрации проработать. Энерго-вопрос о перерасчете в случае возникновения такой ситуации, потому что люди уже оплатили. Ну и, соответственно, 17-го числа вынесет вопрос сверхсмотреть на совете депутатов. Действительно, льготные категории страдают, страдают незаслуженно. Надо оперативно рассматривать этот вопрос. Скажите, а вот о льготах, как это люди должны узнать? Они должны каждый физически приходить в ваш центр и получать эту информацию? Центр льгот, который у нас вкладывается в СССР, ежеквартально каждому льготнику направляет уведомления о расчете платы за квартал. Только это касается тех, у кого зависит начисление от суммы, ну, от суммы начисленной законной услуги. Это не касается граждан фиксированной выплаты, да, то есть они получают от СССР какую-то сумму, то есть фиксированную ежемесячно, не зависит от того, сколько ему начислено, да. Ну, да, да, понятно. Выплачивается, а потом с того момента как приостановлено. Техническая ошибка, почему была допущена и почему не поставлена в известность именно те органы, которые принимают платежи. Вот именно вот это вот не было. Органы, которые принимают платежи, они вот уже подготовили... Я имею в виду Сбербанк, Почта и так далее. Те, которые именно принимают. Если бы вы их поставили в известность, у нас бы такого шквала не было бы. У нас было бы упорядочено, относительно более-менее нормально. У платежных агентов высвечивается уже корректная сумма. Это сейчас я говорю. Нет, она изначально была. Она сразу пошла. Она была изначально исправлена. Просто, получается, типография отпечатала квитанции за полтора дня. Эти квитанции не поступили еще на территорию города Ивангорода. Соответственно, в Сбербанке и Почте уже была исправлена информация. Тот человек, который допустил ошибку, он уже наказан. А платежные агенты, которые принимали денежные средства, они принимают оплату не по адресу. Либо по лицевому счету, либо по шрифт-коду, либо по КУАР-коду. И у них высвечивается правильная сумма. Уже правильная сумма. Даже тот абонент, который, если чисто физически даже предположить, что была оплачена большая сумма, то эта большая сумма пойдет в переплату с учетом будущих периодов. То есть за горячую воду когда будет. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»